Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях директор Института непрерывного образования Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина Елена Осипова. Здравствуйте, Елена Петровна! Здравствуйте! Елена Петровна, я знаю, что Вы пришли к нам с хорошей новостью, что теперь молодые мамы могут получить первое высшее образование с некоторыми, скажем так, льготами, поблажками. Каким образом это все выглядит? Здравствуйте! Существует концепция непрерывного образования, в соответствии с которой считается, что человек должен расти образовательно, личностно, профессионально на протяжении всей своей жизни. И это вот еще один такой шаг, когда женщина должна знать, что рождение ребенка не является препятствием к получению образования. И сейчас вот в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, которое было принято 31 августа 2013 года, РГУ становится вот такой экспериментальной площадкой в числе немногих вузов России, на которые будут молодых мам готовить для поступления в высшие учебные заведения. Я считаю, что программа очень хорошая, и мы готовы помогать молодым мамам. Есть определенные условия. Огромный плюс заключается в том, что эта программа осуществляется на бюджетной основе. Женщине не нужно платить за свое обучение, и здесь возможны различные формы обучения. Это может быть очная форма обучения, очно-заочная, заочная форма. Мы будем использовать дистанционные формы обучения, электронные формы, что, собственно, позволяет нам максимально комфортные условия создать женщине для того, чтобы она могла действительно подготовиться к поступлению в ВУЗ. Поэтому, но если женщина обучается по дневной форме, я хочу оговориться, что здесь мы готовы по согласованию с молодыми мамами предоставить либо дневное время, Возможно, это время, когда дети спят или, например, с бабушками и дедушками могут быть на прогулке. Или, наоборот, это вечернее время, когда старшие возвращаются, папы возвращаются с работой, или бабушки и дедушки могут помочь побыть с детьми, предоставить вечернее время. Если женщина будет обучаться по дневной форме обучения, она будет получать стипендию государственную. То есть, в общем-то, это, если наши телезрители помнят, когда-то существовали подготовительные отделения в ВУЗах, то вот это для молодых мам абсолютно такая же возможность. Есть определенные условия, конечно, это женщины по постановлению правительства до 23 лет. Это наличие обязательного среднего образования, конечно же. Это могут быть выпускницы в системе начального профессионального образования, среднего профессионального образования. Вот с единственным условием, что у них есть среднее общее образование. Тогда мы готовы принимать. Я думаю, что зрители прекрасно понимают, что наш ВУЗ со старыми традициями педагогического ВУЗа. Поэтому у нас потенциал научно-педагогический, квалифицированный, достаточно подготовлен к тому, чтобы работать с молодыми мамами и действительно всерьез помогать им. То, что РГУ является стартовой площадкой такой, вовсе не означает то, что и выпускники этих курсов должны будут обязательно пойти в РГУ. Здесь свобода выбора, и я бы хотела это подчеркнуть. Поэтому наши слушатели могут выбрать любой ВУЗ. Важно только знать то направление, по которому бы они хотели обучаться, потому что с этим определяется выбор предметов, которые необходимо будет готовить. Совершенно очевидно, что у всех будет обязательно русский язык, поскольку русский язык обязателен при поступлении на любое направление подготовки и на любую специальность. Остальной же набор дисциплин зависит от того, к чему стремятся наши молодые мамы, какую профессию они хотели бы в дальнейшем получить. Елена Петровна, вот Вы сказали о возрасте мам, а возраст малыша никакого значения не имеет? Нет, возраст малыша не имеет значения, как и не имеет значения количество детей. Скажите, а какие вот направления подготовки? Здесь, собственно, нет ограничения в направлении подготовки, и постановлением правительства они не оговариваются. Эти ограничения, поэтому, ну, и понятно почему, потому что все-таки выбирать профессию человек должен с учетом своих наклонностей, личностных данных, своих стремлений, пожеланий, что такое заниматься нелюбимым делом. Мало удовлетворения, наверное, будет приносить такая деятельность и тому, кто ею занимается. И вместе с тем создавать сложности тем людям, которые будут связаны профессионально с этим специалистом. Поэтому, конечно, здесь ориентация прежде всего на склонности и пожелания самих молодых мам. Елена Петровна, а вот какое время будет занимать вот эта подготовка? Это курс, рассчитанный на какое-то определенное количество месяцев или это учебный год? Да, конечно, это определенное время. Вот мы принимаем сейчас заявление до 1 декабря. Ну, если кто-то чуть опоздает, конечно же, мы пойдем навстречу. Но все-таки до 1 декабря формируются группы предметные. По предметным группам наши специалисты будут работать с мамами, потому что сначала, видимо, такая небольшая профориентационная работа пройдет с тем, чтобы сориентироваться и с тем, чтобы определиться с набором предметов, которые нужны будут для того, чтобы в дальнейшем поступать в ВУЗ. И тогда мы уже начинаем занятия. Проходить они будут на регулярной основе. Формы занятий будут интересными. Я обещаю это. И по май включительно, то есть в течение 6 месяцев регулярно будут проходить наши занятия. Скажите, вот если сейчас молодые мамы нас увидели, услышали, каковы должны быть их действия? Куда они должны прийти? Какие документы они должны иметь на руках, чтобы иметь возможность вот по этой программе готовиться? Мамы должны обращаться в корпус Рязанского государственного университета имени Есенина, который располагается по адресу улица Ленина, 20А, второй этаж, 29-й кабинет. С нами можно связаться по телефону 284493 и получить необходимую информацию там. Перечень документов очень простой. Это паспорт, это ксерокопия документов о рождении детей и документ о среднем общем образовании. Вот и все. Никаких сложностей. Приходите к нам, пожалуйста. Спасибо большое, Елена Петровна, что сегодня к нам пришли. Я надеюсь, что к вашей активной жизни Института непрерывного образования в РГУ присоединятся многие. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Я желаю вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова